Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Интервью с депутатом парламента Республики Западной Армении Симоном Таруняном. Уполномоченные по правам человека в Арцахе и Армении опубликовали совместный отчет о зверствах вооруженных сил Азербайджана. Оценочная миссия ООН приводит в Арцах в середине декабря Лавров. ЕС заявляет, что поведение Турции ухудшилось. Помощник Байден рассматривает возможность возвращения США к ядерной сделке с Ираном. С высыханием в от озер Ван появились самые большие кораллы в мире. Депутат Национального собрания Республики Западной Армении Симон Тарунян представил в эфире телекомпании Западной Армении, шаги которой он предпринял в парламенте в связи с Арцахской войной и планы на ближайшее время. Он упомянул протесты, проведенные армянами в Европе, их результаты и общую ситуацию в различных европейских городах с большим количеством проживающих армян в этот трудный послевоенный период. Защитники прав человека Армении Арцаха опубликовали совместный доклад «Ненависть и враждебность по отношению к этническим армянам, насаждаемые в Азербайджане. Коренные причины пыток и бесчеловечного отношения азербайджанских вооруженных». Как сообщили Армен Пресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, доклад обосновывает азербайджанскую политику этнических чисток и геноцида, проводимого террористическими методами. Доклад доказывает, что жестокость, пытки и бесчеловечные отношения Азербайджана, совершаемые в ходе этой войны, являются следствием многолетней пропаганды вражды и организованной политики армянофобии. В докладе также доказывается, что армянофобия в Азербайджане находится в замкнутой цепочке, генерируется властями Азербайджана, удостаивается общественной похвалы, часто распространяясь и на детей. Азербайджанские военнослужащие четко осознают, что пытки армян не только останутся безнаказанными, но и удостоятся похвалы власти и общественности. Публикуется ряд отрывков из доклада. Он будет направлен в международные органы. Мы благодарны Анжеле Элебеговой и Самвелу Мартиросяну за сотрудничество и составление доклада, говорится в сообщении. Генеральный секретарь ООН готовит оценочную миссию в составе профильных специализированных учреждений и программ-систем ООН, которую рассчитывается направить в Арцах в середине декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге после встречи с главой МИД Армении Раи Вазяном. Мы бы хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической помощи, предметной помощи на всех тех направлениях, которые сейчас являются наиболее актуальными, острыми для тех, кто живет в Карабахе. Восстановление необходимой инфраструктуры, жилищного фонда, решение других гуманитарных вопросов, отметил он. Лавров также сказал, что особое внимание, которое могли бы уделить сопредседатели в карабахской проблеме на данном этапе, он ответил бы теме сохранения культурных и религиозных объектов культурного наследия в Арцахе. Министры согласились, что фундаментальных изменений в поведении Турции нет. Наоборот, оно ухудшилось в некоторых аспектах. Эволюция не позитивная, цитирует Тасс Борреля. По его словам, министры расскажут об этом лидерам своих стран, которые затем обсудят это на саммите. Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести санкции против Турции за ее поведение в Средиземном море. 22 ноября турецкий лидер Реджеп Тейп Эрдоган призвал ЕС сдержать обещание по членству Турции в Евросоюзе. Будущая администрация избранного президентом США демократа Джозефа Байдена рассматривает возвращение в состав участников совместного всеобъемливающего плана действий по иранской ядерной программе в качестве основы для дальнейших переговоров с Тегераном по более глобальным вопросам. Как сообщает Армен Пресс, со ссылкой на ТАСС об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The Wall Street Journal Джейк Салливан, которого Байден выдвинул на должность помощника президента по национальной безопасности. «Я считаю, что это выполнимо и достижимо», — отметил Салливан, отвечая на соответствующий вопрос. По его оценке, возвращение США в состав участников ядерной сделки и отмена экономических санкций, введенных администрацией республиканца Дональда Трампа в отношении Тегерана, заложили бы основу для последующих переговоров по более широкой тематике. Самые большие коралловые острова в мире появились на берегах провинции Киваш в провинции Ван после того, как высохла вода. Эти острова также можно называть кораллами озера Ван. Раньше дайверам требовалась помощь для изучения кораллов, найденных в озере. Поскольку подобные явления происходят на глубине озера Ван, которые считаются совершенным творением природы, можно догадываться, что на самом деле находятся на глубине озера. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение лакрама Тадавусяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok